Здравствуйте дорогие друзья, вышел новый четвертый апдейт iOS 11.1 для разработчиков, который весит чуть больше 2 гигабайт, да еще и в пятницу. Заметил парочку изменений и поэтому спешу поделиться, так что ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. Первое, пофиксили уязвимость при помощи которой можно посмотреть фотографии на заблокирован экране iPhone. Мутные манипуляции приводили к тому, что iMessage позволял добавлять фотки из медиатеки, превьюшки и полные изображения которых можно было посмотреть. Должный уровень безопасности вернули. Исправили поворот экрана в альбомную ориентацию при разблокировке плюсовых 5,5 дюймовых моделей iPhone. Раньше чтобы все повернулось надо было сделать какой-нибудь жест. Сейчас все происходит автоматически. Улучшили производительность, все работает действительно плавно и быстро, особенно 3D Touch которому все нарадоваться не могу. И конечно же открытие меню многозадачности через жест. Это божественно. Полный список микроизменений и исправлений вы можете увидеть на экране. Особенно печалит неисправленный баг за цикленно воспроизводящий фрагменты видео, запущенного через штатный браузер Safari. Когда они это исправят неизвестно. Полевых тестов нет, зато синтетика подтверждает мои слова по оптимизации системы. Очков Geekbench 4 стало больше, а в Antutu без кардинальных изменений. А еще удалили приложение Feedback. Для тех кто не в курсе, при помощи него разработчики да и любой другой кто использует профиль разработчика может отправить Apple сообщение о найденном баге. А это значит что скорее всего четвертая бета и есть Golden Master версия, что подтверждается еще и размером. То есть скорее всего прошивка без изменений станет финальной. Значит релиз совсем скоро. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Разумеется если подпишитесь на канал. Пока-пока.